Родные без вести пропавших армянских солдат провели в среду акцию у посольства России в Ереване с целью передать письмо послу Сергею Копыркину. У здания собрались родственники 40 военнослужащих подразделений химзащиты, дислоцированного в Эчмадзине. Во время войны в Карабахе их перебросили в район Зенгелана, с тех пор от них нет вестей, сообщает спутник Армения. «Мы обратились ко всем компетентным структурам, но никто не может нам помочь. Никто не занимается вопросом возвращения наших ребят. Теперь мы хотим, чтобы посол хотя бы выслушал нас. Возможно, подпишут новый договор о возвращении пленных. Так больше невозможно, сколько мы можем ждать», говорит отец одного из солдат Секран Адаян. А по словам его супруги Анаит Адаян, завтра к зданию правительства придут и дети пропавших солдат, и пусть чиновники посмотрят им в глаза и ответят, где их отцы, сказала она. Собравшиеся отказались опустить письмо в почтовый ящик, требуя, чтобы из посольства кто-нибудь вышел и передал его лично послу. Здесь имена 40 пропавших без вести, а установленный тут почтовый ящик, по сути, урна. «Пусть придут и лично примут наше письмо», сказала мать одного из пропавших без вести солдат. Однако, таким образом, в посольстве принять письмо отказались. Спустя некоторое время после акции у посольства граждане решили передать письмо тем, кто хочет прийти к власти. В частности, родители приняли решение обратиться на этот раз ко второму президенту Армении Роберту Кочаряну. Отметим, что это не первая акция у посольства России в Ереване. Между тем, диппредставительство ранее заявляло, что озвучиваемые гражданами вопросы не входят в сферу его компетенции.